Как только им перестает быть самим интересно, они перестают бегать, поэтому их нужно менять. И в конце концов, со всеми этими наблюдениями, за тем, как мыши адаптируются, как мы к ним адаптируемся, выяснилась такая вещь, что, в принципе, мышь в лабиринте может всю нашу систему очень легко грохнуть, может она сделать это очень просто. Система как работает? Дверца открывается, когда нет угрозы встречи живой мыши с виртуальной мышью. То есть виртуальная мышь уходит, дверь открывается, но живая мышь может совершить такую последовательность действия в лабиринте, при которой виртуальная мышь окажется запертой на перекрестке между четырьмя стенками. Здесь стенка, здесь стенка, здесь стенка, здесь виртуальная мышь. И просто такую последовательность живая совершает, что запирает виртуальную, и сама садится где-нибудь вот здесь, и не уходит. И как бы что думает система? Дверь может открыться, когда нет угрозы встречи живой и виртуальной, но живая не уходит. Следовательно, дверь не может открыться. И всё, как бы это такой, ну какой-то логический стоп. Это логический стоп, и программа как бы по идее падает. И чтобы, ну то есть вообще это полная победа мыши над системой, и в принципе, то есть это такой выход. Казалось бы, с такой очень жёсткой кармической вещью, просто такой, просто выход. Ну вот, ну чтобы у нас, и это как бы случалось примерно там раз или два в день. Мы время тестировали. Что было бы, в принципе, с как бы мышей, когда достигает вот этого выхода, из системы у нас в принципе не вставало, не вставляется, то сейчас этот момент можно увидеть так, что если, например, вы видите виртуальную мышь, запертую на перекрёстке, то видно какую-то там секунду, и потом она как бы уничтожается оттуда, чтобы дальше могло работать. Но это не решает, потому что как бы это такая, возникает очень серьёзная математическая задача, которая на данный момент нерешаема. Поскольку она нерешаема, приходится просто как бы, ну, констатировать факт. Вот победа, всё убирать, в общем, так вот.